Чернобыльская трагедия ежегодно отзывается болью в сердцах россиян. Каждый год из жизни уходят люди, которые не жалея собственного здоровья, участвовали в ликвидации последствий аварий. Подвиг тех людей, тех ликвидаторов, которые ценой собственной жизни, собственного здоровья пошли в мирное время на этот шаг, он, конечно же, заслуживает особого внимания, особой слов и особой благодарности к этим людям. На ликвидацию радиационной аварии было направлено 700 тысяч граждан Советского Союза. Среди них были и наши земляки-устюжане. На учете в комплексном центре социального обслуживания населения сегодня состоит 26 участников ликвидаторов на Чернобыльской АЭС. На территории района проживает 10 вдов участников ликвидаторов. Граждан с подразделения особого риска 4 человека. Они также являются ликвидаторами аварий во время прохождения воинской службы. Один участник ликвидатора аварий на производственном объединении «Маяк». В 1957 году на «Маяке» случилась авария атомная. Это военный завод. Засекреченный до сих пор. Там производились атомные бомбы. И вот меня Москва запросила туда уехать. Я уехал туда. Завод полностью перестраивали, полностью все трубы меняли. В общем, как разнесло там все было это хозяйство. А ведь надо было срочно, понимаете. На митинге, посвященном дню участников ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и памяти жертв этих аварий, катастроф присутствовали представители власти, общественные организации, трудовых коллективов и молодежи. Участники митинга почтили минуты молчания погибших, выполнивших свой честный долг и возложили венки и цветы к памятному знаку. Евгения Шемякина, Антон Карев, Новости провинции